МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА РУДИТ ПЕДЁРКА! АПЛОДИСМЕНТЫ В нашем новом сезоне только новые лица. Наши таланты и самородки из Полесской, не только Полесской глубинки. Короче, мы играем региональную серию чемпионат региона. Неустанно мы благодарим за поддержку и организацию нашей уникальной телеигры Викторина для школьников РУДИТ ПЕДЁРКА. Неустанно мы благодарим телерадиокомпанию Гомель, Гомельский областполком. Низкий поклон. Спасибо. А на нашем интеллектуальном ресталище вот такие красавцы и красавицы, гимназисты, школьники в своей школьной гимназической форме смотреть. Приятно. Прочислила от меня ветка, первая школа, Вадим Беляцкий. Капитан. АПЛОДИСМЕНТЫ Справа от меня Чечерск. Капитан Михаил Уздовский. Прошу вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Это Чечерская гимназия. Итак, школа против гимназии, Вадим против Михаила, красные против синих. И сразу Вадим. Блеф, игра, проба сил. Кто у вас обладает самой такой ярко выраженной интуицией? Свою интуицию проверит Черюхин Владислав. Хорошо, Влад, готовьтесь. Михаил, у вас? Ольга. Итак, Влад против Ольги. Вперед! Самая простая игра. Нажимаешь на тук, лишь да или нет, честно глядя перед собой в камеру. Ну, а там как угадаете. Поехали. Верите ли вы, что художник Исаак Левитан был мастером портрета? Прошу. Да. Единственная человеческая фигура на его пейзажных полотнах была нарисована его другом. Нет, он был мастером пейзажа, людей он не рисовал. Увы. Теперь вы это знаете. Верите ли вы, что олимпийская чемпионка Елена Есенбаева прыгуньев в длину? Фальстарт. За этим очень строго вылезли наш электронный судья. У Влада есть шанс? Да. Нет, в длину бы ей шест не нужен был. А так она в шестом прыгает в высоту за пять метров. Ну, надо знать героев соседей россиян. Играем. Верите ли вы, что Посейдоном древние греки называли морского бога? Оп, успела Оля. Да. И первые пять очков записывает на свой счет Чеченская Геннадия. Верите ли вы, что большинство жителей Германии мусульмане? Фальстарт снова. Оля, ух и темперамент у вас. Влад, у вас есть шанс? Да, верю. Верите? Пока, пока христиане. Большинство жителей Германии единой. Играем. Верите ли вы, что Джордж Крам, придумавший любимую пищу детей, чипсы, был поваром? Оля? Нет. Ну, а как бы он придумал чипсы, если бы он не был поваром? Он настрогал картошку, салата, саратовская стружка. Вот кто придумал эту самую вредную пищу, которую детям есть нельзя вообще. И Кока-Колу пить нельзя. Итак, внимание. Странная у нас получилась блеф-игра. 5-0, но Чечерск впереди. Доль игра! АПЛОДИСМЕНТЫ А мы начинаем дуэли-гру. Итак, темы дуэли-гры. Великие и могучие тема о русском языке, естественно. Вокруг света тема географическая. Легенды и мифы. Все страны, все народы. Кино. Ну, близкая вам тема. И последняя тема последнего боя. Листая классиков. Тема литературная. У вас есть 5 секунд, чтобы решить, кто какую тему на себя готов взять. Поехали. Ветковская школа номер один быстренько закончила обсуждение. Чечерская гимназия подольше. Ну что ж, Вадим, кто? Великая Дарья. Великая Дарья. Хорошо. Великолепно. Михаил у вас? Сергей. Дарья, против Сергея. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Великие и могучие. Внимание. Эта буква, не имеющая звукового значения, служит для обозначения мягкости на письме. Мягкий знак. Мягкий знак. Прекрасно. Играем. Этим прилагательным можно заменить сочетание существительного предлога из глины. Глиняный. Глиняный. Даже ударение правильно поставила. Браво. Отлично, Даша. Великая, в самом деле. Этим знаком припинания обычно выделяются вводные слова. Фальстарт, Даша. За этим очень строго следит наш электронный судья. Прошу вас, Сергей. И кратко. И кратко. Знак припинания. Что-то новенькое в русском языке. Вообще-то запятые вводные слова выделяются. Играем дальше. У английского языка латиница, а у русского... Фальстарт снова, Даша. Не забывайте об этом. Сергей, у вас есть шанс потрясающий. У тех алфавит латиница, у русского алфавит... Называется? Кириллица. Теперь вы это знаете. Придумали ее Кирилл и Мефодий. И заканчиваем. Слово будни употреблено в этом числе. Ну, какое? Два числа еще. Два варианта. Слово будни. Да. Единственное. Единственное. Понятно. Сергей. День и ночь. Понятно. Числа два. Единственное и множественное. Будни, оно же не одна будня, а их много будней. Значит, число множественное. Итак, после первого боя, после первого боя двери игры, 10-5, вперед вышла школа ветки. Играем дальше. Второй бой вокруг света. Знаток географии. Кто у вас, Вадим? Чирюхин Владислав. Влад, это ваш последний выход. Больше двух раз нас к стойке не ходят. У Михаила? Пойду я. Ага, хорошо. Итак, Влад против Михаила. Вперед! Хорошо. Вокруг света простые вопросы. Именно в этой части Евразии находится Монголия. Да. Азия. Азия, отличный ответ, да. Простой вопрос. Вблизи этого водопада на границе США и Канады сооружен «Радужный мост». Рейнбоу-бридж. Да. Что за водопад такой на границе США и Канады? Тишина. Три, две, одна. Прошу, Михаил. Ниагарский. Ниагарский, конечно, разумеется. В Латвии такая форма правления. Прошу. Республика. Браво! Отличный ответ. За это время объехал вокруг света герой Жюля Верна Филиас Фок. Да. Сколько дней? Тишина? Тишина. Ах, Влад, Влад, Влад. Хотя бы фильм с Джеки Чаном посмотрите, если книжку не осилили. Прошу. 80. Вокруг света за 80 дней. Михаил Великолепно играете. И заканчиваем. К этому морю имеет выход и Россия, и Финляндия. Да, Влад. К черному. Финляндия была бы не против иметь выход к черному морю. Говорит, Крым наш. Но там Россия уже обосновалась. А, Михаил? Северная. Северная. Да нет. К Балтийскому морю обе эти страны имеют выход. После этого боя 25. Чичерск, 10 ветка. Чичерск вышел вперед. Играем. Вадим, Вадим, теперь мне нужен знаток, легенд и миф в вашей команде. Я думаю, вы его назовете. Чикизова Татьяна. Танечка, хорошо. Михаил, мои аплодисменты блестящие играли. Кого отправить в бой? Дмитрия. Итак, Татьяна против Дмитрия. Вперед. Славяне так называли духа хозяина леса. Татьяна. Леший. Леший, правильно. Логично. Так я замутил вопрос, а Таня так сразу прозрачно его сделала. Прометей украл у богов для людей что? Татьяна. Огонь. Огонь, прекрасно. Супер, супер. Ацтекская богиня луны Метсли правила этим временем суток. Да. Ночь. Конечно. Луна, хотя она и днем бывает иногда, но все-таки ночь и ее время. С помощью этого животного ахейцы взяли трою. Прошу. Конь. Троянский конь, великолепно. Ну и заканчиваем. Цветок этого растения обычно ищут на Ивана Купалу. Прошу. Папоротник. Цветок папоротника великолепно отыграл. 20-40 Чечерск переезд. Следующий бой. Итак, Вадим, кино. Мария. Мария. Просто Мария. Просто Мария. Просто Мария. Михаил. Алена. Мария против Алены. Вперед. Внимание. Этот приз присудила Американская киноакадемия фильму Бондарчука «Война и мир». Да. Ну. Ну. Поверьте себе. Поверьте себе. Три. Две. Одна. Забыла. Мария не ответила. Алена, прошу. Оскар. Оскар, конечно же. А что еще может присудить Американская киноакадемия? Это ее приз. В этом фильме народ Нави, сводолюбивый народ, борется с агрессивными и вероломными землянами. Уже забыли. Уже забыли. Сводолюбивые гиганты Нави с хвостами и синей кожей в фильме Кэмерон. Я уже начинаю комментировать. Что же вы, Алена, это? В фильме Кэмерон аватар, как хвост сразу услышала, сразу кнопку нажала. Увы. Такой была рука в фильме Гайдая о контрабандистах. Фальстарт у вас. Мария, у Алены шанс. Какой? Вот видите, она не знаю, вы нажали. Мария, ответьте. Бриллиантовая. Бриллиантовая рука, но очко вам не засчитывается. Ни одно, ни два, ни три, даже ни четыре, ни пять. Вот так получилось. Играем дальше. Хакер Нео. Герой этой культовой трилогии. Опа. Мария. Возможно, это «Властелин колец». Нет, «Властелин колец» уже давно не трилогия, там больше фильмов. Прошу. А. А «Матрицу» не смотрели? Посмотрите. И заканчиваем. Семи томам волшебной саги о нем соответствует восемь фильмов. Фальстарт, Мария. Алена, у вас шанс. Гарри Поттер. Гарри Поттер, конечно. 20-50-уху и вперед Чечерск. Мы играем следующий бой. А. Ну что ж, листая классиков, чисто литературная тема. Вадим, кто остался? Пойду я. Хорошо. А у Михаила? Оля. Итак, Вадим против Ольги. Вперед! А. 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 Именно этот русский классик описал печальнейшую историю «Собачки-могу». Да. Тургенев. Тургенев Иванов Сергеевич, конечно же. Хорошо. Митрофан Простаков, герой этой комедии фан-визины. Комедия называется... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, библиотеки просят водоросль обычная. Недоросль называется эта комедия. Играем дальше. Именно он украл у дракона Смауга Алмаз Аркенстол. Ой-ой-ой-ой-ой, взломщик известный. Еще кольцо украл у бедного несчастного Голлума. Бильва Бэггинс из «Властелина колец» играет. А точнее из «Хоббита», туда и обратно. О нем Пушкин написал. Добрый мой приятель родился на брегах Невы. Да. Онегин. Онегин, добрый мой приятель. Браво, это правильный ответ. Гёте, автор знаменитого Фауста, представитель литературы этой страны. Что за страна такая? Гёте. Прошу. Италия. Италия? Да ничего подобного. Может, Оля? Германия. Германия, конечно же. Гёте, немецкий писатель. После этой игры 25 у ветки, 60 у Чичерска. Сейчас играем. Да. 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 28 января от нас ушла обезьяна. Пришел задиристый, горластый, веселый красный петух. Сменился тотем года. Зверь в голос сменился. Тест игра у нас обезьяна и петух. Часть вопросов про обезьян, часть про петухов. Вопросы с вариантами. Вадим, кто у вас готов? Чикизова, Татьяна. Танечка, внимание. Михаил у вас? Дмитрий. Итак, Таня против Димы. Вперед! Вперед! Внимание. Петушка в сказках, в русских сказках, петушка обычно зовут А. Иваном, Б. Петром, С. Сидором. Прошу. Петром. Петя Петушок, конечно же. Мартышка, слоненок и попугай вместе измеряли. А. Анаконду, Б. Удава, С. Динозавр. Фальстарт у вас. У Татьяны есть шанс? Удава. Удава, да. 38 попугаев. Два слоненка, пять мартышей, 38 попугая. Вот такая длина. Дословный перевод слова коктейль. Это петушиный. А. Нос, Б. Хвост, С. Голос. Да? Голос. Да ничего подобного. Прошу вас, Татьяна. Хвост. Петушиный хвост, коктейл, да, конечно же. По мнению Красной Шапочки из фильма «Крокодилы, бегемоты, обезьяны и кошелоты» водятся А в Азии, Б в Африке и С в сказке. А, Б, С? В Африке. А в Африке горы вот такой вышины. Крокодилы, бегемоты, обезьяны. Браво, браво, Татьяна. И заканчиваем тему. Оперу по сказке Пушкина о «Золотом петушке» написал А. Чайковский, Б. Глинка и С. Римский Корсаков. Фальстарт у вас. Ну что же у вас такое-то творится? Татьяна, вы выбираете. Возможно, Чайковский. Да нет, Чайковский ничего такого не писал, а вот это был Римский Корсаков, и теперь вы это знаете. Чуть-чуть пооптимистичнее стал счет для ветки после этой игры. 50-70. Браво, Играин, слава игру! Итак, Димания, самая любимая нашими знатоками игра. Что проще? Картиночка, буковка, только успевай называть. Кто готов у вас к этому развлечению, Вадим? Просто Мария. Просто Мария. У вас Михаил? Сергей. Мария против Сергея. Вперед! Итак, лидирует у нас Чайчас, ничего жать не нужно. Мы начинаем с Сергея. Сергей, слайд для вас, прошу. Автозаправка. Автозаправка, да, незамысловатый значок, конечно же, все его знают. Браво, 15 очков заработал человек. Бандана. Бандана, конечно, вот такая бывает, бывает более оптимистичная. Хорошо? Сережа? Нужно назвать хотя бы одного из них, подходящего по букве. Три, две. Одна, Маша, может, вы знаете. Витя. Витя. Вот некоторые буквы, если бы я был никогочен, да, некоторые буквы в этом слове вы угадали. Автоловиль. Да ничего подобного. Это герои книжки про незнайку Винтик и Шпунтик. Теперь вы это вспомнили. Я думаю, что вы это знали. Маша, для вас, слайд. Возможно, это Геракл. Геракл? А заметьте, у него львиная шкура-то. Не имею, скажу. Браво, Маша, это Геракл. Отлично. Сергей? Внимание. Деревня. Деревня, добре, чем такая занепалая деревушка. У нас агрогородки, естественно, лучше. Играем дальше. Маша? Яралаш. Яралашки на журнала, конечно. Все в комплекте. Мальчишки, девчонки, а также их родители. Сережа, прошу вас. Жонглер. Жонглер, великолепный ответ. Хорошо. Мария? Золушка. Золушка, которую сыграла Янина Жеймо. Великолепно. На и. Три, две, одна. Маша? Иллюзионист. Иллюзионист. Фокусник, разумеется. 10 очков на подборе взяла Маша. По-моему, нагоняет, нагоняет. Она соперника. Прошу, для Марии. Ответ. Кислота. Кислота. Маша, может, назовете какая кислота? Просто кислота. Просто кислота. Просто. Маша сказала, просто кислота. На самом деле, это азотная кислота. HNO3. После нашей слайд-игры. 135-115. Браво, Мария! Самая сложная, самая страшная наша игра с минусами. Риск игра. Правильный ответ. Плюс 20. Неправильный. Минус 20. Вот почему, собственно, и риск игра. Вадим, сами идете? Да, пойду я. Хорошо. Михаил? Тоже сам. Комитанская игра. Вперед! Вадим! 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 Листая классиков. Этот казак, герой Гоголя, однофамилец корнеплода. Ну, белорусы. А звали этого казака Тарас Бульба. Никто не хотел рисковать. Играем. Вокруг света. Этот океан омывает полуостров Индостан. Много ли у нас вообще океанов? Бери. Нихо. Та, прошу. Индийский. Индийский, конечно же. И вот так незаметно счет становится равным. 135-135. Играем. Великий и могучий. Этот согласный звук является непроизносимым в слове известный. Непроизносимый. Да. Т. 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 Известный. Пирсу, но произносится известный. Михаил выводит команду вперед. 155-135. Играем дальше. Кино. Этого хищника, золотого, вручают победителям венецианского кинофестиваля. Прошу, Михаил, раньше. Лев. Венецианский лев, браво! И заканчиваем. Легенды и мифы. Ника у греков была богиней ее. Фальстарт у Вадима сразу. Михаил будет отвечать. Не хочет отвечать. Ника – это богиня победы. И Михаил завоевал для команды победы. 135-175. Браво! Итак, я вношу эти цифры в память нашего компьютера. 135-175. Напоминаю, что в финал выйдут две команды, набравшие максимальное количество очков. Так что шансы есть, и очень неплохие шансы у команды Чечерской гимназии. Ну что ж, следующая пара будет еще круче, еще умнее, еще сообразительнее. Кто это будет? Ну, зачем раскрывать сразу всю интригу? Посмотрим. Смотрите нас. Включайте нас. Эрудит пятерка. Самое главное. Смотрим пятерку. Получаем десятки. Эрудит пятерка. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ